Здравствуйте, меня зовут Олег Шаран, я главный редактор сайта IconLive, журнал «Фашионограф». Сегодня, в пятницу, заключительный день выставки CPM, мы говорили об образовании в сфере моды. Сессия была очень интересная, были интересные спикеры, и выявили большую проблему на самом деле, о том, что индустрия, образование в России воспитывает очень много креаторов, людей творческих, но при этом страдает, реально страдает индустрия от отсутствия людей практических, да, то есть это швей, это конструктора, которыми зачастую являются люди достаточно зрелого возраста, которые не передают свои знания, свои навыки, а молодежь в основном учится на что-то более такое высокое, да, и что-то более творческое. Это действительно есть такая проблема, об этом говорили, как работодатели, которые принимали участие в сессии, так и гости в зале. При этом многие сказали, что требуются как раз конструктора, портные, швеи и прочее, но при этом очень востребованы, особенно после пандемии, люди, которые занимаются контент-менеджментом, да, которые могут писать в социальные сети, которые могут визуально оформлять товар, да, и достойно его представлять там на маркетплейсах и далее везде. Поэтому и творческие люди нужны, и практические люди нужны, и всех нужно выпускать. Вот, поэтому сессия была интересная, горячая, надеюсь, что видеозапись есть, вы можете ее посмотреть. Выставка CPM, это, наверное, одно из наиболее значимых фэшн-мероприятий в России на данный момент. Многие выставки уходят, да, в связи с известными событиями. CPM остается, расширяется, видоизменяется, мы видим больше зарубежных гостей, больше интереса с точки зрения и русских участников, да, которые приходят на выставку, так, например, бренда Хакама, которому много-много лет впервые в этом году участвуют в выставке CPM, чтобы заявить о себе и рассказать, и привлечь новых клиентов. Поэтому выставка полезная, выставка нужна, и выставка становится, наверное, одной из главных системообразующих выставок в России. Таких профессиональных выставок, а не каких-то выставок, где юный талант мог бы показать. Эта выставка действительно профессионалов для профессионалов. Поэтому я могу пожелать ей только дальше развиваться и крепнуться. Субтитры создавал DimaTorzok